Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Марии Новгородовой Николай Слепцов. На календаре сегодня 12 мая, среда, и сегодня во всем мире отмечается День медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Чем мы и воспользуемся. Я рада представить вам палатную медсестру 1-го гинекологического отделения перинетального центра Республиканской клинической больницы города Якутска, Марию Зырянову. Мария, здравствуйте! Примите самые наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Спасибо! Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем для вас только в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 320066-321166. Ну и также, конечно, вы можете писать нам свои вопросы по WhatsApp. 8-964-428-8818. Мария, есть ли у вас и у ваших коллег особая традиция отмечать ваш профессиональный праздник? Ага, у нас есть. До пандемии мы постоянно выезжали на природу, отмечали День медицинской сестры. Сейчас в связи с эпидостановкой мы как бы сейчас прекратили, но возобновим. Конечно. Расскажите вообще о вашем отделении. Отделение у нас было открыто в 1939 году на 20 коек. Сейчас работаем на 45 коек. Оперативные методы лечения и экстренные, в экстренном порядке. Заведующая у нас акушер-гинеколог первой категории Игнатия Наталья Николаевна. Старшая медсестра является нашей медсестра высшей категории Савинова Августина Федосиевна. Получается, что ваше отделение одно из старейших медицинских учреждений в нашем городе. В прошлом году, позапрошлом году ему исполнилось... 180. А вообще, как давно вы в этой профессии? Я с 2019 года. Получается, два года только, да? А почему вы выбрали эту профессию? Это, как сказать, мне по душе людям помогать. От этого мне становится легче, потому что я людям помогаю. А что вы закончили? Какое медицинское учреждение вы закончили? Медицинский колледж. Наш якутский? Да, якутский. А что входит в ваши обязанности палатной медсестры? Палатная медсестра выполняет обязанности, прямые поручения врачей, доктора. Анализы, там, по назначению врача, доктора работы. Назначение входит, там, лечение больных, уход за больными, за тяжело, ну, послеоперационными больными. Там, что в уход входит, там, кормление, там, ну, процедуры различные. Процедуры различные, ага. А вообще, довольны ли вы, что когда-то, вот, ну, получается, в вашем случае, два года назад, выбрали эту профессию? И не мечтаете ли вы стать врачом? Нет, я не мечтаю стать врачом, меня все, как бы, ну, устраивает, мне нравится моя работа, моя профессия, я люблю, ну, всех своих пациентов, свою работу, профессию. А в детстве вы кем мечтали быть? Я в детстве, ой, даже не помню. У нас в семье, да, все учителя и, как бы, все полицейские, да. То есть в медицине никого нет? Никого нету. Вы первая? Нас трое, можно сказать. Трое в медицине? Да, из нашей семьи. А больше нет, нету такого. Ага. А вот, ну, все мы знаем, конечно же, что помогать людям, это большая ответственность. А что является самым сложным в вашей профессии, как вы считаете? Самое сложное, это, ну, я бы не сказала, что там нет такого суперсложного. Просто хорошо понимать людей, да, пациенты разные бывают, и надо их понимать, поддерживать, как-то успокаивать. И если человек слишком возобуждённый, то надо успокаивать, да, психологический подход найти к пациентам. Ну, вот, да, действительно, пациенты бывают очень разные, они даже могут быть психически неустойчивыми, грубыми и агрессивными. Вот, как вот представители вашей профессии справляются с эмоциональным выгоранием, и как следует себя вести вот в таких вот ситуациях? Как следует себя вести спокойно, адекватно, всё в спокойном тоне объясняете, да. Ну, больше разговора. Если человек на контакт не идёт, то лучше не беспокоить его, да. Таким больше раздражаете человека, ну, пациента. А так, ну, в основном, в контакт идут у нас наши больные. Но ваши пациенты — это женщины? Женщины, в основном, да. Обычно вот в каком возрасте эти женщины? Сейчас у нас молодое поколение, можно сказать. В основном, сохранение беременности, токсикозы, да, угрозы бывают. Ну, угрозы бывают у больше 35 лет, а в основном токсикозницы лежат. Это те, которые... Средней и тяжёлой степени. С первой беременностью? Да. Двадцатилетней, получается, да? С первой и со второй. Последующими, да? Да, последующими. Есть ли у вас, Мария, какой-нибудь пример вашей профессии? Может быть, кто-то из старшего поколения является вашим кумиром? Ну, из старшего поколения моим кумиром нет. Ваш учитель, может быть, в колледже или сейчас в этом отделении? В колледже у меня мой кумир, да, моя преподавательница была, ну, есть до сих пор. Мы с ней очень хорошо общаемся. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Можете ей передать привет и поздравить? Да, передаю привет большой, поздравляю. Ну, она преподаватель по анатомии и патологии была. То есть учитель, преподаватель, который выпускает медицинских сестер, можно так сказать, да? А вообще, как вы думаете, Мария, какие люди обычно выбирают эту профессию, профессию медсестры? Как вы можете охарактеризовать этих людей? Какие люди? Ну, те люди, которые хорошо ладят и общаются с другими людьми, наверное. Спокойные, спокойные, контактные, да. А есть ли разница вот и между характерами врача и медсестры? Вот мне кажется, что врач должен быть таким требовательным, немножко строгим. Да. А медсестра — это человек такой мягкий, добрый. Ну, у нас с докторами отношение очень хорошее, уважительное. Мы с ними очень хорошо общаемся. То, что они говорят, мы всегда выполняем. Так, и я хотела бы у вас такой задать вопрос. Наблюдается ли отток сестринского персонала в частные клиники? Вот если да, то почему, вот как вы думаете, чем вот их заманивают туда? Ну, у нас в нашей отделении такого оттока нету. Ой, даже не знаю. Я бы не пошла в частные клиники. Лично мой пример. Не знаю, меня как бы не устраивает. Ну, если даже идут на частные клиники, то из-за графика она может быть. Вот, кстати, насчет графика. Чего не хватает представителям вашей профессии для полноценной работы и ощущения удовлетворения? Да, может быть, действительно, вот графика какого-то более щадящего, свободного или зарплаты? Как вы считаете? Ну, график у нас скользящий, там, день, ночь. Ну, из-за нехватки медперсонала, можно сказать, да, вот такие смещения бывают. А так, не знаю, ну, устраивает. А насчет зарплаты. Зарплата тоже хорошая. Я бы не сказала, что слишком мало. Получаем хорошо. Хватает. Хватает. Расскажите про ваших пациентов. Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай из вашей практики или из практики ваших коллег, которые дольше работают, чем вы вот медсестрой? Ну, я бы, я такую не припоминаю, такого интересного. Ну, недавно же пришла работать уже, ну, как второй год только работаю, поэтому такого интересного случая у меня не было еще. Ну, предстоит в будущем. А так, по рассказам, по рассказам я что-то не помню такого. Мне не помню. Ну, рассказывали, может, но я не помню. А вообще, вот как вы видите свое будущее? Через 10 лет вы будете тоже работать медсестрой в своем отделении? Или у вас какие-то есть планы? Ну, буду работать также, не знаю, в своем отделении. Ну, хотелось бы в своем отделении, потому что они мне стали как моя семья, родные. Получается, что вы как только закончили колледж и стали, ну, получили корочку медсестры, вы сразу пришли в гинекологическое отделение. Да. Все верно. То есть это ваша первая работа, можно сказать, да? Да. Вам повезло, наверное, действительно. Что вы можете посоветовать тем людям, которые хотят поступить в медицинский колледж, стать медсестрой? Что нужно помнить, что нужно знать? Знать? Надо хорошо учиться, относиться к учебе ответственно. Это все-таки ответственная профессия. Лечить людей, от тебя зависит жизнь людей, поэтому быть ответственными. Самое главное. Учеба сколько длится? Два года, десять месяцев. Ну, почти три года. Три года. Ну, и Мария, конечно же, в этот день вы можете поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, с Днем Международным Днем Медицинской Сестры. Поздравляю своих коллег, во-первых, да, своих любимых с этим прекрасным праздником, и своих однокурсниц, своих подружек, любимых, сестер, и преподавателей, ну, всех знакомых. Что вы хотите пожелать? Здоровья, прежде всего. Здоровья, благополучия в семье, терпения. Успехов на работе. Успехов на работе. Ну, и благополучия. И семейного благополучия, чтобы семья понимала. Здоровья, главное. Самое главное – здоровье. Берегите себя. Что ж, огромное спасибо, Мария, что приняли участие в нашей утренней программе. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю вам удачи, отличного настроения. Дорогие друзья, сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, далее поговорим о психологии. Доброе утро, дорогие друзья. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. На календаре сегодня 12 мая, конец учебного года. Многие с нетерпением ждут каникул, а для некоторых родителей и их малышей встает острый вопрос о подготовке к школе и с какими трудностями они могут столкнуться. Сегодня в нашем эфире, в ближайшие 25 минут, мы как раз затронем эту тему и пообщаемся с психологами. Итак, я рада представить вам психологов Юлии Цыпандиной и Туяру Несерову, а также кандидата психологических наук Аграфену Кондакова. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Зрители и радиослушатели, я хочу вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии, задавайте вопросы нашим гостям. Напоминаю, сегодня у нас психологи. Телефон в студии 320066-321166. Ну и, конечно же, у нас работает WhatsApp. Можете писать вопросы туда, номер 8-964-428-8818. Сейчас в моде записывать ребёнка на различные развивашки чуть ли не с пелёнок. В год показывают ему карточки с буквами, пытаясь научить читать, в два разговаривают со взрослыми, а в четыре у него уже есть свои репетиторы. Нормально ли это? И вообще со скольки лет нужно начинать подготовку к школе? Начну, да? Ага, всем добрый день, всем слушателям и телезрителям. Ну, скажу прямо, так скажем, да, что в плане того, что раннего развития именно обучению, это ненормально. То есть этот период развития ребёнка, он идёт очень активно. И ключевой момент на самом-то деле, если предвосхищать сказать, сколько готовится подготовка к школе, в принципе, оно идёт с рождения, как таковой. Но вот этот период, ранний период, с рождения до четырёх лет, как раз-таки, он должен быть наполнен не буквами, а цифрами. А играми, наверное. А играми, да. Играми, и причём не только играми, но и очень много движения. Очень много движения. То есть в нашей терминологии это будет, так скажем, чувственно-двигательный период, да? Период сенсомоторного развития, что является фундаментом для хорошего освоения цифр и букв. А в обычном понимании, вот именно подготовка к школе, к чему мы привыкли, со скольки лет следует начинать? Шести, с пяти? С пяти. С пяти. То есть это о буквах, о цифрах, если речь идёт, да? Да, на самом-то деле в норме у ребёнка так и так интерес появляется. К буква, да? И просто родителю в этот период нужно быть достаточно, так скажем, наблюдательным. И дети сами начинают тянуться к буквам, спрашивают, да? Что это за букву? У них появляется интерес, что там написано, например. Всё. И начинаешь там? Начинается уже, да. А вот что означает психологическая готовность к школе? Что это такое? Ну, давайте я про него расскажу. Психологическая готовность к школе — это вот достаточный уровень развития психики ребёнка, да? Для освоения именно школьной программы именно в кругу своих сверстников. То есть он уже должен быть способен работать именно в школьном коллективе, да? И обычно выделяют три аспекта вот этой готовности. Это первая — интеллектуальная готовность, да? Которая включает, в принципе, уровень развития интеллектуальных процессов, начиная вот с самых базовых уровень, да? Значит, это первое — восприятие. Ребёнок должен уметь вычленять из фигуру фона нужную информацию, допустим, устойчивость, концентрацию внимания, достаточный уровень развития мышления. Ребёнок должен сравнивать, находить различия между предметами, да? Делать какие-то умозаключения и свои выводы. Ну, таким образом, такой некий «почемучка» должен быть, да? Ну, и рассуждать, получается. Но также ещё вот в уровень нашего интеллектуального развития включается ориентация в пространстве. По сути, получается, он должен знать, кто он, да, фамилия, имя, отчество, так сказать. Где он живёт, да? Да, где он живёт, адрес своих, ну, имена своих родителей, да? Уметь ориентироваться в сезонах года, лето наступает, да? Там, когда проходит лето, у нас наступает осень. И что происходит, да? Вот эти все вещи он должен уметь активно рассуждать над этими вещами. Потом, ну, также и развитие тонкой, мелкой моторики. Потому что учитель же будет предъявлять, на доске писать. И ребёнок должен научиться, вот, получается, вот, грамотно, так скажем, манипулировать своей рукой, да? А это, получается, уже физиологическая граница. Да, это уже, да, физиологическая граница. Для того, чтобы, прежде чем приступать к ручке, у ребёнка должна быть достаточно развита мелкая моторика. А что вы можете посоветовать тем, кто эмоционально, психологически или, может быть, физиологически пока ещё не готов к школе, но этому ребёнку уже 7 лет? Вот что в этом случае следует делать? Вообще, нужно возвращаться, если же ребёнок эмоционально, психологически не готов к школе, да? Нам нужно возвращаться на нижние уровни развития. То есть, получается, также у него формировать сенсорные ощущения, да, также формировать тактильные ощущения, также вводить его в процесс игры и тоже вот поэтапно подниматься. А не сажать за стол, например, да, и давать ручку с бумагой, там, чтобы он писал. Да, вот учись. Такого не должно быть. Вот, как моя коллега тоже рассказывала, должен он двигаться, ребёнок. Ну, сейчас вот май, да, осталось буквально несколько месяцев до начала учебного года. За этот промежуток ребёнок может наверстать упущенное, научиться там мелкой моторике, различать сезоны года, что-то ещё. Вот мы успеваем или нет? Ну, вполне можно успеть, да, но всё зависит от самого ребёнка и от той среды, которая создаётся взрослым. Да, там, потому что, в принципе, как бы ни говорилось, универсального совета, к сожалению, нет, да. И всё зависит именно, вот, повторяясь, от индивидуальных особенностей ребёнка, потому что кто-то идёт очень быстро. Да, ему создают условия, он буквально месяц-два с ним плотненько занимается, он даёт скачок, а кто-то медленно. Поэтому это всё выясняется уже в процессе, например, профессиональной диагностики, да, чтобы определить именно маршрут, что нужно восполнять, на что обратить внимание. А вообще, с какими трудностями может столкнуться ребёнок при подготовке к школе и в учёбе уже в дальнейшем? Ну, первые трудности обычно возникают вот с мотивацией, да, ребёнка. То есть, готов ли он именно личностно к школе, да, к учебной деятельности. Мотивация — это означает то, что бывает внешняя мотивация, внутренняя мотивация. То есть, внешняя мотивация — это такая, например, атрибутивная, то есть, направленная на внешние стимулы. Новый рюкзак, новый статус какой-то, да, новая школа, новое здание, не спать в обед, да, вот такие какие-то внешние факторы. А также вот внутренняя мотивация, то есть, познавать, познавательный интерес должен быть ребёнка, это вот имеется в виду именно внутренняя мотивация — хотеть учиться. А если у ребёнка нет этой мотивации, вот не хочет он в школу, не хочет учиться, но такие дети же, к сожалению, встречаются, да, в этом случае вот как можно помочь ему? Ну, вот надо пройти диагностику, да, и выявить именно, где есть задержки в развитии. Если есть какая-то дисфункция, то есть, дисгармоничное развитие, вот тогда у ребёнка, получается, какие-то потребности не закрыты, игровые потребности, да, какие-то физиологические потребности, да, эмоциональные потребности. Вот тогда начинается вот дисгармоничное развитие, и вот это уже приводит к задержкам развития. То есть ребёнок не готов к школе, получается, коллективу, да. Также вот и эмоционально-волевая сфера, да, очень важна. То есть готовность ребёнка именно слушать взрослого, следовать инструкции, да, работать по определённым правилам. И это формируется именно в игровой деятельности, в дошкольном периоде. А сколько времени обычно занимает вот эта вот настройка мотивации перед школой? Сколько нужно ходить к психологу, да, чтобы настроить ребёнка, вот что-то индивидуальное, опять же, да? В принципе, дошкольное детство, оно же как раз-таки на это и направлено. Всему этому, в принципе, учат тоже в детском саду. Да, в детском саду, и у них же есть тоже игровые моменты, и моменты работы с педагогом, да, которые по правилам, по требованию. В принципе, вот в этот период и формируется тоже вот вливая сфера. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот, ну, очень интересная передача, вот смотрю, да, и у меня такой вопрос. У девочки, как бы, ну, она 8 лет готова, в январе исполнилась, она пошла в школу, но почему-то она вот несерьезно относится, или как, марает учебники, учится вот математику, русский, вообще все, тетради все марает. А с чего вот это она так делает? Поговорились, почему так делаешь? Ну, вот не знает она. Как-то неответственно относится к предметам вот учебы. Спасибо вам за звонок. Можно точнее этот вопрос? Если не отключился, да, радиослушали, отключился уже, да, к сожалению. Но в этом случае что, вот, общими хотя бы словами, что можно сказать? Ну, скорее всего, была бы разница, если ребенок просто марает, да, либо ребенок сидит, рисует, что вот на полях, да, сидит, рисует. В принципе, ну, то, что первое бросается на глаза, ребенку трудно удержать внимание. На той информации, которую говорит учитель, например, да, ей неинтересно. И она все, она ушла в что-то вот это в маране, да, в рисовании, там что-то... Математика, значит, ей неинтересно, наверное, раз учебник математики. Да, да. Ну, там обычно в первом классе там веселые рисунки, разукрают, ну, вот, все ярко бывает, да, достаточно. Ну, и решила отвлеклась ребенок, да, то есть и при этом мало того, что она отвлеклась, и получается, вот тут, если мы немножко мотанем назад, чисто на физиологический уровень, ребенку трудно контролировать не только свое внимание, ребенку трудно контролировать свое поведение, да. И при этом это не всегда говорит об избалованности, не всегда ребенок осознает, что он это делает как будто бы специально. Говоришь, говоришь, а он не понимает. Вроде бы сейчас ага-ага-ага, а потом я забыл, например, я либо забыла. Ну, вот, я не знаю, почему так получается. Действительно, в этом плане ребенок действительно может не знать. Поэтому первостепенно это, скорее всего, ну, вот, если сказать нейропсихическим термином, да, это будет дисфункционолобная структура, ну, то, что вот в первичной выглядит, да. То есть это, просто говоря, это произвольный контроль, то есть волевой контроль своего внимания и волевой контроль своего поведения. А в этом случае что нужно делать? Как вот настроить свое внимание? Это дело такое, в принципе, мозг, орган тренируемый, как любая мышца, как часть тела, да. И поэтому оно нагружается и развивается за счет такой нагрузки, которая требует дополнительного контроля. Это должна быть игра, в первую очередь, так же, да. Мы возвращаемся, у ребенка все-таки сохраняется игровая деятельность, ему сложно удержать. То есть такой текстовый материал ребенку будет неинтересен. И тогда мы, например, игры с правилами, да, какие-то вот игры, где нужно контролировать свое движение. То есть родителям нужно больше играть, да? Да, ну вот и в домашних условиях, да. А в идеале, вот действительно, универсально также совета нет, к сожалению, да. Поэтому, увидев ребенка, продиагностировав его, мы можем сказать более детальные вещи. Спасибо за ответ. Сейчас мы уходим, дорогие друзья, на короткую рекламную паузу. Не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы гостям. Телефон студии прежний, 32 0066, 32 1166. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о подготовке к школе и с какими трудностями могут столкнуться малыши и их родители при подготовке к школе и в самой учебе. У нас в студии психологи. После рекламной паузы мы продолжим беседу. Доброе утро. Мы продолжаем беседовать о подготовке к школе и с какими трудностями могут столкнуться малыши и их родители. В нашей студии сегодня психологи Юлия Цимпандина, Ютуяра Нестерова и Аграфена Кондакова. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Девушки, как понять, что у ребенка задержка речевого развития? Каковы его симптомы и как это может отразиться на подготовке к школе? Ну, задержка речевого развития, она как бы видно, по идее, становится сразу, да? Когда ребенок в три года, по идее, по норме, ребенок должен уже нормально проговаривать и разговаривать. Но фразовая речь у него должна быть сформирована. Уже в три года? Да, уже в три года. Если же в три года, допустим, он не может составить предложение, фразовую речь, то мы можем сказать, что у ребенка задержка речевого развития. И, по сути, получается, задержка... Вообще речь, да, если взять тоже уровни развития психики, речь лежит на самой высшей ступени. Оно связано вот с мышлением, да, и, по сути, она отражает как раз-таки и как протекают мыслительные процессы. А как это может отразиться на подготовке к школе и в учебе потом, в последующем? Ну, в школе же мы учимся как раз-таки, анализируем предметы, да, там, умеем вычленять, что схоже, что не сходное, да? И здесь, если у ребенка задержка речевого развития, ну, можем сказать, что оно приравнивается и к задержке мыслительного развития. Вот в этом случае есть некая корреляция. Поэтому родителям до школы нужно, ну, развивать активную речь, фразовую речь. Мы часто бывают так, что... Ну, сейчас вот действительность такова, что родители, допустим, ну, с ребенком мало разговаривать начинаем, да, то есть даем ему гаджет, и он уходит вот в ту среду. А для того, чтобы тоже разговаривать, нужно уметь тоже прилагать усилия ребенку. То есть должно быть развита вот первая лобная структура, да, так скажем, волевой компонент. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Это Петр из города. Я хотел бы задать один вопрос. Моя внучка заканчивает первый класс, и по математике она круглая отличница. А вот по письменностям она... Ну, нет желания выполнять домашние задания. Может быть, из-за того, что она левша, и почерп плохой боится, или что-то вроде этого. Как можно поступать в этом случае? Спасибо. Спасибо вам. Так, девушки, что вы можете сказать? Ну, вот первое, что мы слышали, это левша, да? Но тут сразу нужно сказать отсылочку. Левша, левшая рознь. Да, потому что есть леворокий ребенок, и есть левша. Нужно выяснить конкретно, кто является данной девочкой, да? То есть это истинная левша, это будет совершенно другая мозговая организация, да? Либо это ребенок леворокий, тогда у него такая же будет мозговая организация, как у нас. Зачем это выяснять, да? Потому что, в принципе, если у ребенка с математикой хорошо, ну, так проще сказать, с логикой, да? С некой такой пространственной ориентацией с числами. А гуманитарии, это, если проще тоже говоря, это будет больше отсылка к правому полушарию. Да, правому полушарию. И умение думать образами, да? Вот словами, да? Это же мышление с картинками и их отношения. Вот в этом плане нужно будет, хотелось бы выяснить, да? Насколько хорошо, как бы это грубо не звучало, да? Насколько хорошо и полноценно функционирует право полушария ребенка. Ну, вот сказали же, да, звонящие, что, может быть, она боится неправильно написать? Может быть, действительно страх все-таки лежит? Может быть, ну, боится тоже почему, да? Потому что боится почему? Потому что у ребенка неуспех. Ей сложно, например, ручкой писать, да? Нет, в математике она отличница, а вот, например, по письму она тоже хочет быть отличницей, но не получается. И поэтому, может, боится из-за этого, нет? Ну, вот здесь вот несколько, еще же есть графомоторные навыки, письмо уже это у нас. Как работает кисть, да? Как держит карандаш, да? Вот это вот тоже влияет. Ну, и тем более, да, извините, если боится, это класс такой психологический, да? Значит, в любом случае у ребенка был опыт такой негативный. Из-за этого письма. Может, учительница поругала, может, родители замечания дали, грязно, марка, перепишать там что-нибудь, да? Что у ребенка появляется негативная ассоциация с письмом. Интересно, в этом случае что можно посоветовать тогда? Ну, во-первых, наверное, надо снять вот эту оценку, да, вот как говорят мои коллеги, оценку, то, что вот хвалите ребенка за старание, то, что у нее хорошо получается, да? Ну, и вот не акцентировать внимание на ошибки, что у нее здесь плохо, марка, грязно, да? И, скорее всего, это вот тоже связано, знаете, с чем? Вот сложности с графомоторными функциями. То есть тут нужно больше писать, да? Нет, 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 здесь как раз-таки нужно развивать вот мелкую моторику, среднюю моторику, крупную моторику, да, потому что для того, чтобы тоже писать, нам нужно тоже поэтапно подниматься по ступени развития. Это лепить. Это лепить, это рисовать, и рисовать, допустим, не карандашом, а именно вот пальцами, можно пальчиками, да, пальцами рисовать. Девочка, вышивать, плести бисерами и прочим, да, потому что в любом случае письмо это работа моторики, оно там должно быть три функции созревших, да, костное, мышечное и нервное. И только потом появляется письмо. В общем, крупную моторику надо в первую очередь развивать. Спасибо за такой подробный ответ. У нас еще звонок в студии. Доброе утро, мы вас слушаем. Ой, извините. По якутскому можно? Да, можно. Мин, да, лана, буй, о, шиен, эвээтэббэн, шиен, буй, лана, буй, алтатын толбыты, хэттэтэн, наяк, двасэт пиатава толык. Он имя школа берегтым, первой, у меня, мучка. Она инвалидка, инвесты. КОЧУ, ТОХТАХ, у НОГУНАН, у ЛАХАНИ, НЕИНБАГАЕЙ, НЕГНАМ МЫН, ОЛАХ, РАВЕШНИКТАРЫН КЕТТА НДЕРЕКТАН БАГАРЫН, ДЕЙС, САСТАКТАРЫН КЕТТА. Она кайдаханары. Спасибо за звонок. Так, что вы можете здесь сказать? У ребёнка достаточно ли развита произвольность? То есть ребёнок может ли, например, по инструкции работать, умеет ли слушать, например, сказку читать, и устную деятельность она как выполняет? Да, у нас чисто профессиональная привычка задавать вопросы, выяснять. Поэтому такой вот короткий процесс для нас как-то не очень комфортный, чисто психологически. Тоже надо выяснять. Да, и в принципе бабушка сказала, что у ребёнка есть ограниченные какие-то возможности здоровья, была или есть статус инвалидности. И в зависимости от чего, по каким признакам, по какой части медицины она вышла, и самое ключевое, не столько бы обращать на физическое развитие ребёнка, рост не важен. Очень важно, на каком уровне развиты у неё познавательные процессы. Память, мышление, внимание. Вот это нужно будет проверять, и насколько усидчивый ребёнок. Эмоционально-волевая сфера, да, вот это все должны быть в купе развиты. И если же по неврологии, то, скорее всего, это здесь будет затрагиваться и все наши вот эти психические процессы. Девушки, вы не раз говорили нейропсихологией, да? Вот такое понятие. А кто это такой нейропсихолог, и когда, и кому нужно к нему обращаться? Ну, это специалист в области, вот на стыке медицины и психологии, да. И вообще, с точки зрения мозговой организации и закономерностей психических функций, то есть развитие именно поэтапного развития психических функций смотрим. И также ещё, вот, где, если есть задержка, да, то это надо смотреть уже предыдущие этапы развития, где было это дисгармоничное развитие, да. Предыдущие этапы развития, что вы имеете в виду, раннее развитие или беременность? Да. Включая беременность. Начинается с пренатального периода, да. А вот как понять, что надо вот обратиться к вам, вот к нейропсихологу? Ну, на самом-то деле, к нейропсихологу можно обратиться и когда, и всё хорошо, да, ну, для того, чтобы, по крайней мере, понять, как вот идёт развитие ребёнка. По сути, нейропсихолог — это такой специалист, который развитие ребёнка смотрит наравне, как развивается мозг. То есть, получается, если ребёнок развивается хорошо, нормально, значит, у неё мозг, например, нормально функционирует. Если есть какие-то пробелы, например, капризничает, да, вот произвольная сфера недостаточно развитая, то, значит, у нас тут есть тоже моменты, которые отражаются, связаны с развитием головного мозга. Можно обращаться к нейропсихологу практически в любом возрасте, но перед школой это, конечно, обязательный момент. Ну, получается, и дети с задержкой речевого развития также могут к мамам обратиться, да? Конечно, они обращаются. И если говорить про школьников, то, в принципе, нейропсихологам приходят тогда, когда вот вроде бы занимаются репетитором, а прогресса не идёт, либо он идёт очень медленно. То есть не получается ни родителям, ни педагогам давать такое хорошее педагогическое образование, да? При этом вроде бы как посмотреть со стороны на ребёнка, ну, адекватно, хороший ребёнок, но вот почему-то не получается. И вот тогда приходят к нам, чтобы понять, либо узнать про базовые причины, почему он так. А сколько обычно в среднем может длиться вот занятие, курс лечения, можно сказать, подготовки к школе? Ну, так же индивидуально всё от ребёнка зависит. Обычно 2-3 месяца, если ребёнок, в принципе, особо таких больших сложностей нет, то через 2-3 месяца интенсивных занятий, это 2 раза в неделю, мы можем, да, 2-3 раза, мы можем как-то вот нарастать. И последний вопрос, как вас можно найти? У нас есть страница в Инстаграме «Святычок ЕКТ», и также в Тугисе можно найти. Спасибо огромное за участие в нашей утренней программе, спасибо за подробные ответы на мои вопросы и на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Мария Новгородова Николай Слепцов. Всего доброго, увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Сёмкин